На этой неделе снова заговорили об идее ввести в Россию четырехдневную рабочую неделю. Со ссылкой на чиновников Минтруда СМИ писали, что речь идет об эксперименте. Конкретных параметров перехода пока нет. Делать окончательный вывод можно будет лишь после того, как схему опробуют на большом количестве компаний. Дискуссию о четырехдневке в июне на международной конференции труда в Женеве поднял премьер-министр Дмитрий Медведев. Впоследствии он дал поручение Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложение. Ну а пока в обществе единого мнения о четырехдневной рабочей неделе нет. Главные опасения связаны с сокращением заработных плат. Как вы относитесь к четырехдневной рабочей неделе? Плохо. Восемь часов, как сейчас есть, пяти днев. Для России вполне достаточно. Когда много отдыхаем, значит мало зарабатываем. И без того, у нас тяжело обычно лишний час с утра и вечера тратиться на дорогу домой. А это если еще и 10 часов тратиться на работу, это, конечно, будет ужасно. Я бы предпочла вообще графика режимный 2 на 2, 3 на 3. Поэтому, в принципе, приспособиться можно к любому графику, я думаю. У четырехдневной недели было бы хорошо, если при этом сократили бы часы за неделю. А то часы за неделю остаются. Можно четыре дня увеличить зарплату по 10 часов. Но с сохранением зарплаты. С сохранением зарплаты. Почему бы и нет? Для меня неудобно. Потому что я очень привыкла работать пять дней. И сорока часовая рабочая неделя. Можно сделать женщинам. Да. Женщинам я бы за. Четырехдневную рабочую неделю. Я считаю это неправильно. Почему? А что получать-то, если они по четыре дня будут работать? Что муж домой принесет? Сами посчитайте. Одни выходные. Мне кажется, тяжело успевать будет все делать за четыре дня. Придется задерживаться или в общем, наверное, выходить в выходные деньги. Я бы сделала, как за границей люди работают. Там четырехдневная рабочая неделя. Но там не по 10 часов работают. Переложить вот шестидневку, например, в четыре дня. Достаточно очень сложно на самом деле. Придется в два раза быстрее бегать. И здоровье быстрее кончится, наверное. Что мне тогда отдыхать, если у меня не будет средств на этот отдых? Смысла нет. А как вы относитесь к четырехдневной рабочей недели? У меня она семидневная, поэтому я к ней никак не... Подавляющее большинство российских работодателей не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос, проведенный исследовательской службой компании HeadHunter. Противников идеи набирается 76%. Перейти на подобный график работы в ближайший год-два готовы лишь 12% работодателей. Еще восемь рассматривают такой вариант в долгосрочной перспективе. Тем не менее, если говорить об эксперименте, предполагается, что в роли подопытных могут выступить предприятия, которые входят в национальный проект производительность труда и поддержка занятости. Таковых набирается около трех сотен. Есть среди них и саратовские. И все же, что о четырехдневной рабочей неделе думают местные работодатели? Не только те, которых могут включить в эксперимент. Давайте поймем первое. У нас три категории работающих граждан. Грубо. Ну, есть еще четвертая категория, самозанятые. Здесь уже по смыслу идет, что когда хочешь, сам себя занял. Когда не хочешь, ничего не делаешь. Но это не сильно большая категория, меньше 10%. Где-то около трети – это люди, которые сидят на окладах с какими-то надбавками. Конечно, при сохранении того уровня оплаты, который есть, конечно, им это выгодно. Есть вторая категория, прямо противоположная – это сдельщики. То есть это те, кто имеет оплату от объема произведенной продукции. А объем, как бы мы ни повышали производительность, прямую зависит от количества времени, которое проводится на рабочем месте. Поэтому они категорически будут против. Хотя законодатель предусматривает сверхурочно оплату, но опять же, пойдет ли на это работодатель? Могу сказать, большинство не пойдет. А судя по тому, что у нас эксперименты сокращенной рабочей недели достаточно чисты в секторе реальной экономики, то это как раз показатель отношения большинства работодателей к продолжительности рабочей недели. Ну и есть третья категория, она не сильно многочисленная. Это менеджеры разного уровня, у которых, говоря языком разного социализма, не нормирует рабочий день. Ну вот я ярчайший пример. У меня не бывает выходных. Поэтому мне хоть четырехдневные, хоть пятидневные, ну таких где-то в пределах 8% минимум, по моим расчетам, есть. Поэтому, на мой взгляд, введение четырехдневной рабочей недели, вот при такой геометрально противоположной ситуации с оплатой труда в зависимости от количества проведенного времени, приведет к какому-то расколу в обществе. Одни будут приветствовать, другие будут категорически возражать. И перспективы этого раскола на фоне вообще достаточно, ну будем прямо говорить, роста протестной активности, они могут быть использованы кем-то для того, чтобы раскачать лодку для каких-то достаточно глубоких политических изменений. Что, я думаю, и не время, и не след. Любое понуждение, какое-то вот такое внешнее, оно никакого эффекта позитивного не приносит. То есть, либо у предприятий есть внутренняя потребность совершенствоваться и достигать вот этих результатов, либо, скорее всего, оно будет неактуально, утратить свою конкурентоспособность и просто перестанет существовать. То есть, вот заставлять в сегодняшних условиях людей совершать вот такие подвиги просто не представляется возможным. Понимаете, опять же, мы берем калькулятор, ручку начинаем считать. Промышленные предприятия в подавляющем большинстве своем имеют непрерывный цикл производства. Соответственно, у них круглосуточный режим работы и, соответственно, люди там будут находиться всегда на этом предприятии. Ну и в связи с этим сразу видно, что, так сказать, потребуются дополнительные источники для финансирования фонда оплаты труда, которые будут покрывать выход сотрудников в выходной рабочий день. Соответственно, это найдет свое отражение, безусловно, в стоимости, в экономике предприятия, в стоимости готовой продукции. И, конечно, либо это сильно понизит доходы предприятия, сократит свою прибыль, либо стоимость продукции возрастет, и, соответственно, конкурентность этого предприятия упадет. Ну, давайте вот от промышленных предприятий в сторону отойдем, например. А что делать, например, с обороноспособностью нашей страны? Границу мы будем охранять только, значит, в рабочие дни или по выходным дням тоже? Что делать, например, с медицинскими учреждениями и персоналом, которого и так сегодня не хватает, допустим, да, и, скажите, мы что, врачей и больных отправим домой? Как же лечиться в выходные дни? То есть вопросов очень много. И здесь все нужно как бы сбалансировать, уравновешивать и очень внимательно, хорошо считать. Вы знаете, среди предпринимателей, с которыми я общаюсь, которые руководят различными предприятиями, у некоторых есть повышенные обязательства. То есть они готовы взять на себя повышенные обязательства и от четырехдневной перейти сразу к трехдневной, дальше к двухдневной рабочей неделе, чтобы в выходные можно было интенсивно поработать, но уж остальную всю неделю можно было бы хорошо отдохнуть. А если серьезно, то давайте посмотрим на цели полагания. То есть все понимают, что для того, чтобы поднять экономику, для этого нужно как минимум поднять и производительность, и интенсивность. То есть я вот не верю в фокусы. Так вот, мы все находимся определенно в соревновании с мировым сообществом. Даже несмотря на то, что люди работают в Саратове, имеют там магазин или кофейни, мы все равно находимся в конкуренции со всем миром, поскольку это касается и продуктов, которые поставляются на эти предприятия, и рынка труда, и многих других вещей. Поэтому если посмотреть на весь остальной мир, там пока не происходит переход на четырехдневную рабочую неделю, известно наоборот, что в передовых странах такой, как Южная Корея, таких, как в Соединенных Штатах, в некоторых других, как Германии, люди работают более восьми часов в день. Поэтому если мы считаем, что мы должны находиться в этой мировой конкуренции, то снизив те объемы, которые российская экономика будет поставлять на мировой рынок, мы эту конкуренцию очевидно будем проигрывать. На сегодня то, что в российской экономике происходит, да это невозможно привести. Если бы у нас было плановое хозяйство, плановая загрузка, да, наверное, можно было бы, может быть, перейти на четырехдневку. То, что на сегодня происходит, да, на четырехдневку мы перейти не можем. Загрузка предприятия идет рваная, то есть нет стабильности, да, она именно рваная, вот пик, падение, вот. И когда есть загрузка, да, мы и шестидневку работаем. И люди прекрасно понимают, да, есть контракт, его надо выполнить, потому что это зарплата и все остальное, да, все остальные привилегии, да, социальные, которые он получает. Или тогда, когда это четырехдневку водить, да, значит, рабочий день, получается, он будет не восемь часов, да, а минимум десять часов, чтобы компенсировать выпадающую пятницу. За десять часов, когда человек работает, да, он не успевает восстанавливаться. И три дня, три дня выходных, они расхолаживают людей. То есть человек за три дня, он с трудом потом в понедельник начинает, как бы, входить в ритм, да, во вторник он вошел в ритм, а в четверг он уже заканчивает. Да, то есть производительность труда, как бы, она в любом случае упадет. И второе, наверное, то же самое главное, на наших предприятиях, на сегодня, на многих, где-то участки стоят современные, это технологическое оборудование, а где-то мы еще работаем на старом. Те, которые акционерные общества, где нет участия государства, да, у них у многих стоит старое оборудование. Частично новое покупаем, да, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому производительность труда, она сегодня достаточно низкая. А чтобы ее повысить, ну, это в промышленность надо, я не знаю, миллиарды вложить, триллионы, чтобы они вот поднять, да, и тогда можно уже при высокой производительности труда, при эффективной экономической политике, да, при экономической программе развития страны можно говорить там о четырехдневке, да, заикаться, по крайней мере, да, и где-то что-то пробовать. На сегодня это нереально. Люди потеряют в зарплате, предприятия потеряют выпуски, объем выпуска продукции. То есть, я против, честно скажу, как вот руководитель.